итак всем привет сегодня у меня будет обзор на сухой паек значит сухой паек в такой мятой упаковке я на самом деле немножко ссу то что он повредился по дороге вот может быть конечно он такой должен быть это паек для мчс правда ребята которые мне паек продавали отказались мне продать в упаковке в той которой нужно продали вот такой сказали что он точно такой же как у мчс хотя это индивидуальный рацион питания и рп вариант 1 изготовлен тата 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 оборон комплект адрес производства российской федерации ульяновская область барышкинский район поселок лесная дача этот обзор по заказу по заказу человека с ником данила 815 который мне прислал 500 рублей 550 рублей на киеве кошелек но все равно я тем не менее буду беспристрастно значит по поводу состава состав вот тут не очень удобно будет читать он замялся вот тут за край не знаю кстати почему но прочитаю его уже в момент распаковки значит дата упаковки 28 0 2 15 годен по 28 12 16 мне чего не нравится то что дата упаковки и дата до какого он годен она вот такими наклеечками сделан то есть никто не мешает их оторвать и приклеить какие-то новые то есть вот это меня конечно мозг немножечко так смущает а так достаточно плотная коробка в принципе такая же плотно герметичная как и предыдущий мой паек это фольга ну такая фольгированная наверное бумажка все таки так сейчас ну давайте откроем здесь есть место для надрыва надрываем надорвали супер так и больше места надрыва как я понимаю нет ну естественно так мы его не откроем наверно хотя попробую и так мы его не откроем так что не забывайте если покупаем такой сухпайок сразу берем к нему ножик ножа к сожалению его открыть не получится сейчас я это буду делать немножко варварским методом но дело такое мне важно открыть открытие показать так пакетик открыли пакетик открыли и смотрим что у нас здесь есть да немножко побитая коробочка то есть она вот если видите здесь выступают про места и видно что у сюда наверно все таки били вот это мне не очень нравится это мне не очень нравится но тем не менее ладно уж давайте откроем ее до конца где открывается так не тут 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 а вот похоже здесь а вот вот все нашел открывается она вот здесь пробовать мы будем этот паек не в одиночку потому что один это надо не забывать что рацион рассчитан на сутки в нем три тысячи с половиной калорий пробовать будем вместе с другом вот но тут есть такой момент что если я жру практически все попало я такой не искушенный то он не любит там картошку огурцы и всякое такое значит но открываем пойдет что мы увидим внутри внутри мы видим очень полезные вещи это салфетка дезинфицирующие не знаю как на видео будет видно салфетки пригодятся в принципе если вы как и я на воздухе то есть ну как бы такой момент что вряд ли вы будете жрать его дома дома понятно можно помыть руки на даче можно помыть руки если вы берете такой паек на дачу соответственно как-то в лесу в городе вот мы сейчас отошли недалеко на речку вот это дезинфицирующие салфетки будут в тему так откладываем их сторону тут три упаковки ну соответственно завтрак обед и ужин причем салфетки разделены то есть есть для рук есть для посуды но на мой взгляд это вообще без разницы сахар сахар плотно набит достаточно плотно как я понимаю на одну кружку рассчитан этот пакет в принципе опять же логично что их здесь будет три откладываем сторону так что у нас здесь есть еще сухой спирт сухой спирт и вот здесь наверное была спичка ветроустойчивый но ее кто-то спер вот под ней видим таганок в сложенном виде в принципе сухой спирт очень неплохо разогревает если безветренная погода сейчас ветреная вот и проверим как он будет себя вести ну я вот как помню загорается он просто выгорает достаточно быстро издавая при этом очень противный запах ну как бы нам не привередничать данном случае вы так проецируете что это боевые какие-то условия ложки вот к ложкам у меня была в свое время претензия сейчас не уверен раньше у них вот этот облой по кантику он был очень острый у этих ну скажем так получше но тоже не фонтан то есть такой ложку очень легко можно порезаться то есть есть так вот какой-то ярлык вкладыш я так понимаю вы уж простите если какой-то ветер будет в кадре просто более идеальные условия мне искать уже честно говоря не хочется так ярлык вкладыш соль ну честно говоря не знаю таких людей которым нужно было посолить сухой паек как правило соли сухих пайках завода вполне достаточно но кому-то может быть будет прикольно для каких-то других блюд дальше вот такой пакетик тут у нас барышкинскими сквозь средства для обеззараживания воды вот как вам сказать в принципе я конечно думал его протестировать но у меня здесь есть только рядом канал канал имени москвы в нем недавно сдохла почти вся рыба потому что какой-то химкомбинат по непроверенным слухам туда что-то слил честно говоря не хочу подобиться этой самой рыбе вот поэтому уж извините это я проверять не буду все-таки не те условия и плюс тут я по моему вижу то ли уголь активированный то ли что-то еще внутри это это пластмассовая одноразовая открывавчика для консервов вот я буду открывать ножом потому что мне так удобно но и вполне реально то есть она достаточно остро такая не ломается в принципе ну плюс минус и достаточно качественная так что у нас дальше повидло повидло яблочное в прошлый раз я это не показал когда я открывал свой предыдущий рп повидло вытекло вот оно было не в такой упаковке это в хорошей упаковке то есть консистенция у него нормальная правда не весь пакетик забит но это как бы не страшно состав пюре яблочное сахар сорбиновая кислота ну то есть ничего в принципе лишнего здесь нету смотрим дальше дальше у нас вот адаптон это юпи инвайт кто еще помнит кто не знает загуглите раньше он был в таком невзрачном пакетике сейчас пакетик такой достаточно красивый ну вот это мы как раз попробуем по идее должно быть вкусно тут конечно одна химия ну да естественно здесь одна химия по сути x хотя кстати нет экстракты плодов шиповника плоды рябины обыкновенный плод облепихи ну в принципе да я здесь даже ничего не вижу такого страшного дальше перец но опять же маленький пакетик не знаю кому нужно перчить какое-либо блюдо потому что ну по сути когда мы блюдо солим перчим мы увеличиваем расход воды потому что надо все запивать дальше вот эта штука вкусно эта фруктовая палочка абрикосовая с фундуком вещь крайне нажористая крайне приятная по вкусу 50 грамм здесь единственное что иногда не часто иногда бывает что попадаются там косточки вот не во всех косточки мелкие в принципе легко глотаются но если на зуб попадет наверно неприятно будет ага вот я жаловался на спички спички теперь вот в таком отдельном блистере с черкашом ну решение не очень изящное но вполне пойдет как бы в полях плюсы где стало больше из этого 6 то есть теперь у вас не три спички по одной попытки грубо говоря две попытки есть так что еще я сначала подумал что вот эта визитная карточка не тот не визитная карточка это кофе натурально растворимый гранулированный пробовать опять же его не буду потому что у меня нету чашки сейчас какой-то собой вот дома может быть попробую а может не попробую опять же не считаю что это такая самая важная вещь плюс если мы преследуем цель придать какой-то бодрости на мой взгляд лучше было положить пару таблеток кофеина вот убойная вещь так переходим самому интересному галеты это галеты из из муки пшеничной первого сорта такая маленькая упаковочка галет треснул но как я искал коробка немножко пробита было ничего страшного там нет три упаковки галет а вот еще первый сорт и должно быть еще по моему и забойной муки а нет нет смотрите-ка нет все галеты из муки из муки первого сорта галеты армейские так дальше что вот такая удобная упаковка с ключом за ключ это отдельное уважение это у нас сыр плавленый стерилизованный состав сейчас скажу ну покажу сначала на камеру может быть кто-то прочитает состав в принципе ну такой достаточно достаточно простой не вызывает какого-то отторжения сыр жирный сыр нежирный масло сливочное творог сыворотка сухая сухое обезжиренное молоко вода ну и соли плавители но это как нормально ничего такого лишнего здесь нет дальше это чё это у нас чай черный байховый но я так понимаю здесь просто пакетик чая так еще один чай вот так я так понимаю что кофе на завтрак и чай на обед на ужин еще какая-то бумажонка это инструкция по использованию здесь насколько я знаю ну тут всякие такие на самом деле для глупых предупреждения что галеты армейские использовать вместо хлеба ну вместо сала их использовать точно не получится и вместо водки поэтому но это логично ну такая вот инструкция кто хочет на паузу ставьте прочитайте начну и самые нажористые вещи что здесь есть каши гречневая с говядиной эту вещь буду пробовать я сто процентов потому что я у предыдущих двух пайков было аналогичное блюдо только немножко по-другому упаковано кстати вот эта упаковка намного надежнее то есть она помята но тем не менее все еще в нормальном виде эту кашу буду пробовать я во всех сух пайках это на мой взгляд самое нажористые блюда по моему по рецептуре она идет на завтра насколько я знаю так дальше что у нас и край с кабачков ну и край с кабачков тоже мое любимое блюдо потому что я сам все человек кабачок вот выглядит очень прилично кстати состав вот да забыл состав прочитать сейчас погодите начнем с каши так состав говядина крупа гречневая жир говяжий лук пассерованный соль перец черный так 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 мне интересно другого вот массовая доля мясных ингредиентов по закладке не менее 47 процентов ну 48 даже то есть 48 процентов для продукта содержащего мяса это вполне неплохо то есть 50 процентов мяса 50 процентов каши в принципе по рецептуре так и должно наверное быть так 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 ну и больше здесь принципе ничего такого интересного нет такая вот коробочка так дальше икра из кабачков но я удивлюсь если здесь будет допустим черная икра нет икра из уваренных кабачков ну опять же все логично вкусное блюдо на галета если намазать вообще супер так это у нас поливитаминка комплевит я сейчас пощупаю одна таблетка то есть это суточная норма витамина вещь на самом деле очень важная не нужно пренебрегать и ни в коем случае не нужно жрать вот такие вещи на голодный желудок меня друг сожрал блевал потом так говядина тушеная высший сорт вот это вот основной скажем так материал сейчас посмотрим говядина жир лук соль перец черный лист лавровый учтите что даже в коммерческих упаковках большинстве своем тот ингредиент который в составе написан первым именно он составляет большую часть блюда то есть здесь первое это именно говядина на втором месте только жир 250 грамм такая баночка посмотрим как ее я думаю достаточно удобно будет греть на таганке так отложим в сторону коробочка подходит концу паштет нежный паштет нежный опять же это намазывать на галеты я думаю с чаем с адаптоном с тем же пойдет вообще супер за милую душу так состав мясо птица бескостная но опять же нормальный состав абсолютно ничего страшного я здесь не вижу дальше последнее блюдо картофель тушеный с мясом картофель тушеный с мясом будет скорее всего пробовать мой друг я тоже может кусочек отхвачу соответственно консервы стерилизованные состав картофель говядина масло сливочное лук морковь томат паста соль лавровый опять же больше всего здесь должно быть именно картофель и говядина то есть все логично хотя конечно говядина могла бы быть на первом месте ну ладно картофель сам по себе нажористая штука так и на самом деле не знаю зачем просто обычная сухая салфеточка в прошлом такого кстати не было здесь вообще салфетки и так есть вот мы все сейчас мы это все дело возьмем сейчас мы это все дело возьмем будем уже разогревать пробовать и будем делиться какими-то впечатлениями так мы начнем собственно сам процесс для начала естественно нужно признафицировать лапы друг не будет дезинфицировать потому что у него бациллы нет у меня бациллы есть тем более готовить буду сейчас я тебя конечно готовить это такой процесс первая динфекция прошла начнем собственно разбирать таганочек сам таганочек тут есть с краю такое вот местечко отлепляем сейчас возможно пойдет дождь я учат даже покажу не показывать не буду эту камеру собьется в общем небо черное черное сегодня гесметио обещал безоблачную погоду ну как обычно наврал ли не безоблачную переменной области переменной области отлепляем все части от таганка вы не думайте мы потом мусор с собой этот весь втащим как бы это не такая проблема не смотри так на меня так вот таганок значит как его правильно собрать но на самом деле есть два возможных варианта я буду собирать вот таким вот эти ножки буду отгибать вниз вот эти ножки отгибать вниз а вот эти наоборот вверх кстати металл по моему стал потоньше тут не очень хорошо в каких случаях нужно как вот его ставить то есть допустим если вы готовите на земле я сейчас буду готовить на коробке то вот этими ножками соответственно вниз в землю сюда ложим таблетку сюда ложим то что хотим разогреть если на ровной поверхности то вполне можно обойтись и вот таким вот макаром вот так вот его ставим дальше мы берем одну таблетку сухого спирта ложим на таганок каждый разжигает по разному я разжигаю достаточно простым способом у меня конечно есть собой зажигалка но тем не менее да вот момент спички очень трудно достать опять придется прибегнуть к варваровскому методу не без этого не без этого как бы так прошу прощения что в кадре мои ноги давно не брил но как дело такое так сейчас распечатываю спичечку она как тут прям ну это кстати большой плюс я могу сказать уже точно что если спички брать куда-то там на переправу и прочее они точно не намокнут это прям сто процентов мне очень не хочется доставать ножницы и кстати на спичках по моему стало меньше серы если не ошибаюсь а дальше мы делаем что дальше берем я просто не хочу распечатывать черкаш я поэтому сделаю немножко не совсем аутентично но тем не менее возьму зажигалку поджигаем спичку и просто ложим ее на таблетку я вот не очень удачно положил может быть час не разгорится вообще у меня все время когда я вот так разжигал все время все разгоралось так и вроде занялось вроде занялось сейчас я подброшу еще так нет нет в общем я как вижу вроде разгорелось вроде разгорелось сейчас еще подложу туда бумажечку маленькую ну как можете убедиться по тому как пламя с ума сходит скорее всего как он сейчас достаточно сильный ветер это я к тому что опять же может быть плохо слышно дальше мы берем допустим что мы берем так это будет так дальше мы берем говядину тушеную с картофелем открываем каша открытие лучше было заранее открываем ее чуть-чуть вот так вот так вот она выглядит тут значит у нас говядина тушеная я вижу масло и я вижу лавровый лист его кстати лучше не сожрать и дальше ставим на таганок все ну процесс всего разогревания я снимать конечно не буду давайте дождемся пока он разогреется итак я допустил небольшой фэл я не думал что так оно все будет достаточно забавно прогорел у нас коробочка но тем не менее блюдо готово блюдо готово и сейчас я сниму первую пробу потом отдам другу вот с такими галетами которые немножко порвали сейчас попробую что получилось да она на вид может быть не очень красивая но на вкус должно быть очень даже неплохим я хрустеть на камеру то не буду вот я когда в школе учился нам такую еду выдавали по талонам то есть что-то томатная по моему ну тут надо не забывать такой момент что лавровый лист но тут надо не забывать такой момент что в принципе сух паек раньше по крайней мере он не делался вкусным то есть его специально делали таким мерзким чтобы раньше времени его не сожрали этот сух паек в принципе неплохо аккуратнее я сейчас дам попробовать другу друг попробует тоже возьмет галет а я пока приготовлю питье таганочка мы затушим он нам пока сильно не нужен так как я его переставлю но чё съедобно на что похоже ну то скал выглядит конечно как говно как говно говори по-русски но на вкус так ничего ну кладухи съедаем но на вкус ничего мы специально сегодня с другом ничего не жрали особо-то днем что-то так сказать оценить в полной мере потому что понятно что если мы с ним сходили в макдакол какой-нибудь ну тогда бы конечно это было бы совсем отвратительно мы бы это есть не стали ну давайте продолжим в тот раз я не тестировал адаптон сейчас хочу попробовать я думаю что он скорее всего конечно на две чашки на две чашки на 1 на 1 но я сейчас попробую как нибудь его развести на 2 кстати потом открывается нормально так насыплю часть себе прикольный цвет у него кстати как у рыжего аппа чуть-чуть другу еще чуть-чуть себе и еще чуть-чуть другу так ну вроде вот как так ну и чуть-чуть оставлю муравьишку так ну по цвету она сразу обретает вот такой вот цвет такой достаточно карамельный мешать нам его к сожалению нечем поэтому придется подождать пока он сам я свой могу размешать вполне принципе я без как бы без такого из-за этого самого ну как мне видно он состоит большую часть может быть конечно не кажется из сахара плюс я налил достаточно мало воды поэтому концентрат получится такой пробуем вы знаете достаточно приятный вкус достаточно приятный вкус он такой он не жесткий то есть допустим вот кто покупает чай всякий такой вот бутылка когда например у него прям такой жесткий химический вкус этого напитка такого вкуса нет может быть не да очень приятный вкус как будто какая-то бабушкина настойка только без спирта вот ну вполне вполне себе не не самое плохое не самое плохое ну сейчас мы одно блюдо сожрем с другом он его почти уже дожирает не вот и перейдем ко второму ну и к следующим там уже покороче как-нибудь попытаюсь итак пока разогревается моя гречневая каша который по моему уже разогрелась там совсем чуть-чуть пламя горит мы сейчас другом попробуем по кусочек вот этой замечательной фруктовой палочке только сначала я вычитаю вам состав абрикос обезвоженный орех сахар абрикос обезвоженный это неплохо так у нас еще водочка стынет но это как попозже они на самом деле мы не пьем так ну как мы видим фруктовую палочку видимо а нет нет все нормально так я руки салфеткой протер поэтому ничего страшного думаю произойдет сделаю вот так аккуратней кольки вы знаете какой-то вкус из детства но я не могу понять какой со мной такое бывает но не при прикольно да скажи забавный вкус такой если что там попадаются косточки то есть жевать ее нужно крайне аккуратно крайне аккуратно и нужно жевать эти салтеточку одну оставил вот но вообще вещь достаточно прикольная достаточно прикольная то есть у нее вкус прям похож на что-то такое вот из детства я не могу вспомнить на что очень похоже может быть на дольки апельсиновые которые продавались в жестяных банках ну и сейчас по-моему уже готова моя каша сейчас я ее попробую прям с таганка каша гречневая с говядиной ну-ка ну во первых что могу сказать она не полностью прогрелась но это как бы нормально в принципе не страшно мне самое главное чтобы в этой каше не было камней так ну что сказать мясо есть мясо не очень много но на зуб попадает каша плотная очень сухая то есть обязательном порядке нужно ее запивать но в принципе соответствует составу и можно видеть что она достаточно не знаю как вы видите сейчас на камере она очень плотно набита очень плотно то есть вкус прям на вкус хороший сейчас я ее заточу и посмотрю другие ингредиенты ну и последнее блюдо на сегодня которым у меня был интерес это вот такой вот плавленый сыр в котором хороший состав какой-то гост от 2013 года не знаю что это ну он с ключом сейчас я его открою открою галет откроем посмотрим чё с ним чё с ним так чё с ним не так целом в целом он достаточно неплох неплох с виду кусочек вот так вот зацеплю эти обычный плавленый сыр такой тоже из прошлого очень хороший вкус напоминает мне дружбу где-то году годов не тысячи вторых тысяч первых вот я такой наел опять же отлично пойдет с галетами с вами был я мы сейчас это все сожрем запивая пепси и перейдем уже на водочку всем спасибо и всем всего хорошего